ребят всем привет моим друзьям подписчикам ну и конечно же гостям канала за последнее время много собралось вопросов но и хочу на некоторые ваши вопросы ответить в этом видео и рассказать какие изменения произошли в аквариумах там с футером ну все постепенно все скажем все расскажу вопрос был я использовал питательные капсулы для растений подкормка идет прям под корень растения вот у нас ихинодорус например есть вы просто прям пинцетом под ихинодорус такую капсулу садите и растение начинает намного лучше расти потому что питательные вещества напрямую из капсулы попадают в растения капсулы выглядят вот так вот вот такие вот капсулы где-то одна капсула про растения и вообще производитель указал что одна капсула не менее 20 литров воды короче одна капсула 20 литров воды что это значит если у вас 60 литров аквариум и пять кустов ихинодоруса вы только сможете три куста эхинодоруса так сказать подкормить мы принципе на 60 литров аквариуме больше растений не влезет это было вот по капсулам потом еще кое-какие новые вещи есть я пару растений приобрел это первый раз я приобрел буцефаландр и гидрофила рядом стоит я потом вам покажу и давайте сразу не посмотрим на растения найти честное слово столько лет у меня аквариум да у меня на самом деле первый раз что я купил бутыл фаландр до этого никогда бутыл фаландра не садил в аквариум ладно давайте посмотрим вот он дальний буцефаландр это гидрофила они просто бы я посадил здесь на коряжку ну как так смотрю вроде хорошо растение приблизительно полторы две недели у меня и вот наверху там тоже еще одно вот они наверху ну а такие раз изменения были по растениям что еще сделал я чуть-чуть обстановку в аквариуме поменял у вас сейчас полная картинка на весь аквариум вот эту здоровую корягу она стояла с левой стороны я поставил в правую та которая с правой стороны поменьше коряжка стояла такая одну высокая длинная она теперь стоит в левом углу и я сделал так что рыбки как бы туда за эту корягу могут заплывать чего не частенько и делают туда раз заплывут из другой стороны выплывают обратно по моему так намного лучше здесь я когда не за корягу заплывали они часто грелку обжигались а я тогда замечал вид надо было по рыбкам что у рыбки был ожог что они прижимались грелки и отжигались такое происходило ну а теперь одна часть которая не очень хорошая пару недель назад да не кем до пару название назад пропал один за альтумов как это получилось сейчас попробую объяснить альтум сильно напугался и на полной скорости врубился в стекло короче клюкс я полностью разбил вот этот уголочек как вы видите на альтумах да вот это ну как куда носик такой кверху приподнятый у него даже этой горбинки вообще не было нос был прямой и такое ощущение было что он как будто бы ну не альтума простой скаля но неделю где-то мучился вот так вот оплавал у него рот полу открытый был потом появилось еще одно у него началось лупоглазие один глаз по моему левый до левый глаз был начал вырастать левый глаз пошло лупоглазие кстати один из зрителей это заметил и спросил я потом в комментарии ответил и поэтому скажу на этот вопрос с поля точнее отвечаю что произошло то в принципе рыбка сильно иммунитет у нее сильно ослаб из-за того что она неделю практически не кушала и видать это как тоже еще повлияло может быть органы какие-то повредил но я читал это может из-за печени быть лупоглазие это в основном происходит если вода сильно загрязненная в аквариуме такое может тоже произойти если за водой не следить я пытался тоже каждые два дня где-то делал подмену воды думал он все-таки отойдет придет себя но скажем днем становилось все хуже и хуже и потом когда он уже на полу лежал все уже никакой был пришлось им мне его самому усыпить ну и конечно что еще сделал после того как усыпил я его замерил и ваш не просто высоту от верхнего плавника до нижнего плавника и размер оказался 35 сантиметров я короче очень доволен таким успехом что они таких размеров набрали и надеюсь что через год они уже на самом деле если все так же будет нормально продолжаться они наберут где-то 40 сантиметров это будет ну идеальный просто размер для это рыбки ну как то вот так а еще одно растение у меня тут растения появлялись почаще и нет просто давно не снимал он видите спиралькой это тоже такой же хинодорус я вот тоже не совсем недавно посадил но в родину рост набирает вот он спиралька вот этот вот посмотрим как он будет развиваться мне он там растение понравилось решил посадить у себя попробовать ну а так по растениям вот творите растения все стали намного лучше расти но за счет co2 наверное и за счет того что я эти капсулы еще под корни запихал что хочу еще сказать производитель указывает но какие-то указания совершенно не точные капсула в может две недели действовать а может четыре месяца действовать я так и не понял как это может так произойти ну если скажем буду каждый там три-четыре месяца одну капсулу под растения подкладывать то это будет думаю нормально все то что я с наверху в аквариуме произошло изменение вот это одна очень нехорошая вещь что один альту умер ничего не сделаешь вопроса также были часто вопросы хочу или плодить не хочу это платить на самом деле пока нет может быть когда-нибудь а так не хочу я больше 15 лет дискуссов держал я никогда у честное слово я тоже никогда не плодил хотя они через каждую неделю каждую вторую неделю мне откладывали икру их можно мальки вылуплялись ну вот эти вот так всякие рыбки которые с ними жили они все это съедали я не знаю я альтумов я думаю тоже если они здесь икру и где-то успешно откладут то им очень будет тяжело за этим следить чтобы малька никто не поел пойдем теперь вниз в подвале там тоже книг некоторые изменения произошли я вам тоже кое-что покажу одно изменение тоже не очень хорошие ну так бывает идемте в подвал посмотрим что там ну вот мы и в подвале кто меня постоянно смотрят на я сразу заметили что тут произошло какие-то изменения изменения есть в этой банке большой час вид артемия вам не видно будет вот здесь стоял тазик там жила дафния и вот это вот у меня 2 нехороший такой случай сейчас скажем так который прошел в течение одного месяца сперва погиб альтум а потом я сейчас вам покажу как происходит происходит у меня кормежка не знаю как я так умудрился перепутать то ли отвлекся то ли чё у меня такие две кружки вот это вот всегда было для дафни а вот это было для артемий всегда пользуюсь так потому что в эту добавляю соль а сюда соль не добавляю ну и чтобы какие-то там части соли не оставались я всегда пользуюсь разными кружками одна кружка для соленой воды другая для пресной воды ну и так получилось а что я соленую развел корм соленой воде и этот корм вылил давнием вот такая вот беда получилась давни сразу то не стали вроде как бы помирать а вот на следующий день произошло другое все улитки катушки которые были дома все до одной умерли а этих улиток я не знаю ну штук 40 50 там было в этом тазике из-за того что что они так быстро сразу все погибли получилось что и погибла вся давния вы скажете чего сразу воду не поменял я только на следующий день сообразил через сделал я себя сразу конечно сообразил что я соленый корм дал давния то я бы сразу конечно поменял воду сразу был по вытаскивал улиток я этого не не сообразил я просто на следующий день сильно удивился когда пришел с работы почему меня вода такая вонючая и почему ни одной давния не плавает и улитки большинство уже наверху были ну и понял чем было дело воздух также подача шла что я просто соленым кормом накормил давния одна хорошая часть хоть есть от этого я до этого уже где-то в месяц может чуть больше один раз тоже дав не зачерпнул у нас их холодно было я пошел в бочку просто буду часть давни забросил еще хорошо сейчас все наличие давни еще хотя бы дождевой воде в бочке живет но они там есть сейчас невозможно кормить этой давни потому что я очень там мало она у нас все холодно на улице она еще вообще плохо плодится там она плодится но с очень маленькой скоростью и чё пришлось сделать я на быструю руку поменял банки маленькую банку убрал поставил большую и сейчас в этой банке просто развожу артемии и они у меня сейчас скажем без дафни только на одной артемии ну как также сухой корм всякий даю а в большинстве случаев сейчас только на артемии на расчет вопросов артемия плодится или нет наверно плодится я не знаю я просто с каждые три-четыре дня ставлю новую замес получается так я добавляю каждый раз нет бульбулятор еще вот наверх там убрал вообще удобно сейчас на стене висит потом я покажу вам я просто каждый вот на самом деле яиц вот такую вот ложечку до ровно вот вот так вот ровно набирает вот такую ложечку каждые три-четыре дня где-то в бульбуляторе развожу и на следующий день пересаживаю вот сюда в аквариум ну и потом пытаюсь сачком на пол упал показать вам сачком чуть покрупнее вылавливать дафнию чтобы вот эта мелочь которая посадил чтобы его в аквариум не сажать с ним у таких маленьких рыбок нету я стараюсь крупным сачком вылавливать артемию и чтоб только крупная попадала и крупной артемию даю рыбкам я как-то до этого говорил в прошлом году на иногда артемия все-таки любит большие емкости в маленькой емкости и тяжело как-то держать вот в этом 60 литровом аквариуме я не знаю сейчас тут можешь литров 25 где-то вот так да вообще без проблем содержать артемию живут хорошо растут хорошо все ништяк и что еще хочу сказать никакого подогрева я этот раз не ставил подогрев хорошо артемия будет боль быстрее растет но с водой большие заморочки вода очень если вы чуть-чуть перекормить и может так быстро получится что вода быстрее пропадет поэтому я стараюсь теперь так получается на неделю может дольше надо ждать чтобы партемия достигла хороших размеров но зато нет такой проблемы что вода пропадать начинает начинает пропагать пропадать артемию для меня был это самый такой удобный вариант давайте посмотрим сколько там плавает к сожалению часа два назад на их покормил но думаю все таки будет как-то видно вот ребята вот такое количество артемии плавает здесь в банке ну хватает принципе тут все вместе сидит и совершенно свежие я вчера сажал новых и короче тут я не знаю сколько поколений врача вам говорил вот он где развожу артемию вот я его на стенку повешу вот вчера только ведь сейчас он лежит еще простых лежал просыхал поэтому не закрыты вот на стенку перенес это правая банка пустая в этой банке я также опять запустил стрептоцефала пресноводную артемию ну пока там еще никого не видно не знаю можете вы ли что увидеть но я чет ничего не вижу еще никого не плавает но стрептоцефал я вам скажу чуть-чуть немножко противники не такой уж легкий как простая артемия мне почему-то казалось раньше простая артемия легче разводить он тяжелее разводить оказалось наоборот пресноводную артемию тяжелее разводить чем соленоводную они очень сильно реагируют на корм и скажем качество корма я в особенности на количество корма не сильно реагируют ну вот тут так же но те же самые растения что вам показывал наверху вот они эти новенькие растения так я их приспособил пришлось пару анубиасов отсюда из аквариума убрать за того что ну как бы ну места не хватало что ли или сильно больно заросший был чем она на час сделаем сейчас надо дадим им артемии пускай они покушают хотя это на три часа раньше ну ничего страшного накормим их сейчас а то ничего то сейчас камера подлез они все разбежались он бегают напугались и сейчас мы им дадим артемии они сразу успокоятся когда я кормлю артемия всегда выключаю фильтр потому что что партами униза так не закачивала в аквариум но фильтр надеюсь они достаточно голодный чтоб сейчас по выпрыгивать вот же засранцы не хотят в кино сниматься ладно чуть подождем он потихоньку начинает появляться вылазить мясо какое что я сейчас делал я сейчас вот эту часть артемия не стал с очком выцеживать больших для галактики я с простой сеточкой зацепляю ну что галактика мелкая для нее сильно крупная артемия тоже они и ну приходится им сперва и пережевывать чтобы проглотить они сразу же проглотить не могут они справишь жуют бегают это нехорошие какие три штучки вылезла остальные все сидят сзади еще не вылазил чуть-чуть проплывут разворачиваются опять прячутся ну видно что не голодные еще были бы голодные уже давно все здесь все впереди бегали хватали бы ну а хотя и артемия тоже она тоже туда заплывает везде они там тоже под фитофильтром сидят и кушают ну вот такие вот происхождение вот такие новые вещи здесь сейчас вставлю вам одну одно видео я вон пару недель назад снимал и можете посмотреть я хотел у кили фиши аквариум про сифонить и не на у меня скажем есть сифон но он для больших аквариумов там и трубка большая все такое прочее что таким сифоном не про пылесосишь я поэтому так и сами смотрите я сейчас это видео вставлю и посмотрите что я сделал как у сифон из каких подручных элементов ребят хочу кили фиши в аквариуме воду поменять и думал как бы эту насадку сделать для того чтобы сифонить там грудь я маленькая сланчиком здесь я делаю подмену воды кто-то скажешь конечно можно было купить нашел другой метод вот была бутылка вот с таким горлышком горлышко отрезал просверлил в пробке отверстие ну и сейчас попробую посмотрим что это выйдет как она будет работать нет думаю что да чтобы камешки не затягивала чтоб я мог просифонить грунт у кили фишер идем пробуем все пробуем смотрим получается нет получилось обалденно никаких затрат денег скажем так затрат денег ладно вот просто мне я поставил трубочку трубкой муть подымал и все а сейчас он эти просто захотел просифонить скажем тот сифон который у меня есть для большого аквариума он сюда не пойдет он сильно куплю он выглядывать через воды будет ну и как вы сами поняли да шланг в другом аквариуме намного крупнее и скажем так я не успею просифонить даже чуть-чуть аквариум даже половину у меня уже в аквариуме воды не останется я надеюсь вам хорошо будут наглядно видно еще раз повторюсь от другом месте вот так поближе интереснее будет и больно глянь он видите сколько грязи подымается короче сифон работает пользуйтесь тут я уже сифонил в принципе тоже чисто но на заднем плане видно да вот например раз так зачерпнул раз сифонит обалденно я доволен моей конструкции ну вот так вот ребят надеюсь вам понравилось такой небольшой лайфхак от меня надеюсь кому-то из вас это пригодится ну и также буду пытаться в каждом видео что-нибудь какое-нибудь новое интересно чем показать забегу чуть на будущее скорее всего аквариум с кили фишами я буду полностью переделывать корягу я уже попал в бочку она там уже около трех недель в бочке лежит откисает и просто потом буду решать я возьму вот эту банку или возьму ту банку для нового аквариума и меня уже свои такие представления есть как он должен быть выглядеть потому что идет аквариум с кили фишами мне больше как-то не знаю больше не устраивает что ли ну на этом на сегодня все всем большое спасибо за просмотр давайте пока